всем доброго дня ребят сегодня нужная и полезная статья сегодня будем говорить о выборе зимней резины я подобрал несколько пунктов по которым вы четко можете выбрать для себя именно стойчую и нужную вам зимнюю резину ну что наверное не будем тянуть сразу перейдем к делу первым делом я предлагаю поговорить о радиусе и размерах зимней резины как мы вы можете видеть у меня резина кама евро я про нее уже писал она имеет размеры 205 на 55 r16 давайте сейчас так вот приближу вот радиально для зимы для зимы многие выбирают именно такой же радиус в принципе это обоснованном вы можете просто скинуть летнюю резину и на эти же колеса одеть такую же зимнюю и то есть зимой перекидывать весной обратно перекидывать это в принципе экономит денежные средства но многие у нас покупают еще один комплект дисков и покупают другую резину зимнюю например о чем я здесь хочу поговорить стоит покупать зимнюю резину все-таки радиусом поменьше но именно того радиуса который вам говорится рекомендует производитель на любой машине есть рекомендации производителя вот они сейчас я вам покажу вот как видите у меня можно даже чуть ли не 14 радиус ставить 15 16 17 даже радиус можно ставить но для зимы стоит все-таки выбрать радиус поменьше 14 конечно борщ вот например 15 радиус 195 65 r15 это скажем так обоснованно во первых резина будет у нас помягче то есть у нее вот эту вот часть будет выше корт колеса вот и она будет помягче она будет глотать всякие ледяные неровности прекрасно ну и соответственно она стоить будет дешевле потому что 15 радиус примерно на тысячу рублей а может быть и больше стоит дешевле чем 16 раз также вот если брать вот этот вот размер вот этот размер если мы берем с вами 195 он будет эффективнее вгрызаться скажем так снежное покрытие эффективнее будет туда проваливаться скажем так он уже вот а поэтому он будет эффективнее разгрызать снег и доходить до твердого покрытия льда там или асфальта который будет под с ним это все что касается размеров я хочу сказать то есть радиус все таки стоит выбрать либо такой же либо чуть меньше следующий выбор ребят это шипы липучка вот у меня например резина шипованная вы можете видеть вот шипики грязный малинчик вот но для нашего города актуально именно такая резина скажем так липучка все-таки ее стоит применять в теплых регионах либо в регионах где хорошо чистит дороги например в мегаполисах москва питер там ну и так далее где заливает просто все реагентами и постоянно открытый асфальт у меня друг живет москве он говорит что нормальную снегу уже не видел очень и очень давно то есть он три года ездит на липучке и все прекрасно городах поменьше либо где большая часть поселковой местности там дороги чистится хуже соответственно вам нужно лучше выбирать шипы потому что снег укатывается превращается в лед реагентов не хватает ну и шипы лучше борются со льдом кто бы что не говорил чем липучка то есть запоминаем для южных регионов и регионы которые хорошо чистится это липучка для северных регионов и городов и в городах которых снег чистится хуже это шипы так форма шипа но вот смотреть у меня шипы сейчас я приближу вот обычные круглые сейчас на многих импортных производителях шипы имеют видом треугольника креста ромба квадрата там и так далее конечно они имеют более лучшие скажем так характеристики чем обычный круглый шип но и стоят они намного дороже то есть думайте сами обоснованность такого выбора если есть как бы безграничные деньги то он конечно лучше брать квадратный прямоугольный так далее если денег лишних нет то выбираем реально круглый шип до 60 до 50 60 километров в час до скорости характеристики у круглого шипа и квадратного практически одинаково то есть разница есть но а какие-то там ничтожные проценты там процентов по моему 35 конечно чем больше скорость растет тем больше скажем так идет различие у этих шипов это третье так дальше рисунок вот как видите у меня рисунок здесь направленный идут вот такие вот как бы каналы вот этот рисунок эффективно борется не только скажем так со снегом и льдом но он еще эффективно борется со снежной кашей с теми же самыми реагентами реагенты наносится на снег на лед создают на дорогах снежную кашу зачастую у нас идет дождь такой зимой тоже бывает вот такой рисунок прекрасного через эти вот каналы отводит влагу лишнюю и колесо более как бы устойчиво на влажном именно поверхности если вам не нужно бороться с влагой скажем так например северные регионы можно взять обычный рисунок обычный как говорится симметричный его называют либо классический рисунок он бывает вот этого часть похоже на эту часть то есть они одинаковы абсолютно эти части но такой рисунок плохо борется еще раз повторюсь со снежной кашей есть еще третий вид рисунка это асимметричный рисунок то есть эта часть например у нас прекрасно отводит воду а вторая часть вот это вот она прекрасно чувствует себя там на скорости да вот этот рисунок он шумный и не очень хорошо чувствует себя на скорости вот почему например если разгоняешься уже там 120 километров то есть чувствуется такое как бы плавание резины вот но зимняя резина она в большинстве случаев не рассчитана на высокие скорости для зимой не стоит гонять вот если все-таки вы задумались погонять там не знаю 150 160 километров вам нужно брать асимметричный рисунок то есть вот эта часть вот будет эффективно отводить влагу а эта часть будет как бы скоростная но асимметричный рисунок он самый дорогой из всех то есть ну блин если есть деньги купить лучший асимметричный рисунок если денег нет не экономьте не берите обычный классический рисунок возьмите вот такой вот направленный у направленных еще колес скажем так у них есть вот видите rotation вот написано rotation и такая стрелочка указана их стоит устанавливать именно вот этим рекомендациям то есть колесо должно вращаться по стрелке если вы его перепутаете то колесо будет работать неправильно управляемость наоборот ухудшится так что на это обращайте внимание на из того так следующий значит у нас пунктик это резина наша не наш вот у меня резина крама евро многие я про нее уже писал ссылочку обязательно оставлю почитаете многие пишут что резина там говно брать не стоит нашу резину дублин так далее то есть альтернативы нашей русской резине нету точнее нужно брать только импортную наша русская резина это не альтернативы импортный ребят но конечно импортные резины у них там и технологии так далее но сейчас данный промежуток времени в россии очень много заводов которые стоят на нашей территории это бридж стоун это тот же самый nokian якогама там и еще много других они производят именно из нашего сырья потому что если бы они производили своего сырья это сырье было бы не знаю дорогое как каменный мост вот они производят конечно по немножко другим технологиям по своим там применять другие шипы и так далее но в принципе в принципе вот например вот это вот камы евро она у меня уже четвертый сезон пошло она немногим уступает он была у меня nokian 5 немногим до точнее вообще наверно не уступает этому nokian то есть резина отличная конечно шипы потерялись уже за 4 сезона но большое количество давайте вот посмотрим вот так вот вот смотрите раз-два нет шипа остальное вот там 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 везде шипы идут везде шипы ну вот если посвятить тоже шипы идут ну вот здесь вот нет одного шипа то есть за четыре сезона это резина зарекомендовал себя только с лучшей стороны в принципе неплохая резина вполне как бы альтернатива ну я не скажу что прям супер резина да но хотя я не знаю я там не гоняю по 120 километров для передвижения по городу и там съездить деревню прекрасно она себя ведет прекрасно себя зарекомендовала 120 держит ну мне как бы больше не надо причем большой плюс у нашей резины это то что стоит она в два в два с половиной раза дешевле чем импортные когда вот это вот резина я хотел брать была еще хакапелита 7 продавца так вот если цену четырех колес разделить на два с половиной получался комплект вот этой вот кам сейчас я цена уже точно не помню я помню что разница была ровно два с половиной раза отличная резина резина кама евро 519 обязательно посмотрите видео по ссылочке вот резина прекрасная вполне хорошая альтернатива так что ребята если есть деньги на дорогую резину на импортную то берем ее потому что там квадратные шипы технологии еще раз повторюсь и так далее если денег как бы ограниченное количество либо нет то можно посмотреть на наши производители это кама континенталь мтл только не берите rasawa rasawa это ужасное ужасное говно в общем намучился я с летней из зимней резиной у друзей стояла такая резина там в подарок с машины давали rasawa зимняя летняя там вся шишками идет шипы теряет не берите я не знаю где ее делают из чего делают в общем как то так и так давайте подумаем как можно сэкономить на покупке резины еще раз повторюсь можно выбрать радиуса меньшего допустим 15 как видели даже меня можно 14 поставить можно взять уже резину соответственно на уже будет вот можно взять российского производителя можно купить еще и был уж на резину нужно смотреть каком она состоянии бывают в крайне ужасном состоянии резина которые там не знаю изношены просто там дальше некуда то есть шипов у нее нет которые есть шипы они все вы ну там стертые сломанные там были разбитые гнезда у них там вот такую резину не стоит покупать если резина прошла сезон или два до ездили на ней очень мало протектор у нее выше не знаю там 7 миллиметров такую резину однозначно стоит покупать на такой бы уж на резине вы можете сэкономить достаточно приличные деньги ну там 40 даже бывает иногда 50 процентов люди допустим продали машину резина лежит ненужной а деньги нужны вот и они ее продают там действительно за копейки я сам там с другом покупал бридж стоун тоже 16 радиус ровно в два раза дешевле которая прошла всего два сезона там все шипики и протектор был вообще как знаю там как целочка как говорится вот а бывает такая резина там два сезона на она уже стерты и убиты там смерть и и продаю там блин на 30 процентов дешевле такая хоть сказать ребят себе повесить там не знаю вот так чтобы уж на резину тоже можно рассмотреть но стоит ее убирать очень аккуратно смотрим ребят еще на дату выпуска резины у меня резина двенадцатого года сейчас я найду вот дата сейчас приближу но если можно разглядеть там 12 год 16 год это пойдет для нее уже четвертый сезон вот что могу сказать погоду если покупаете новую резину покупайте 15 год если вы увидели что там 14 год ну требуйте как минимум скидку если там 13 или 12 год я выдают за новую в ее резину повесить такую резину на уши этому продавцу пусть все сам носит как говорится почему важно смотреть на год с каждым годом эластичность резины падает примерно на 5 процентов если даже резина не использовался прошло там четыре года например то эластичность и упадет на 20 процентов соответственно она будет быстрее терять шипы соответственно будет быстрее изнашиваться не будет обладать такими свойствами как новая шина так ну наверное последнее затянулось видео такое большое хочется все моменты скажем так затронуть когда лучше покупать резину часто меня спрашивают ребят покупать резину стоит в январе тире феврале ну в начале марта еще именно тогда самые низкие цены на резину уже в конце марта в апреле в мае вы уже навряд ли найдете нормальную резину точнее вы найдете резину зимнюю но и будет мало и не стоит ли летом покупать а вот январь февраль это отличное время для покупки резины там скидки у производителей идут там так далее потому что все уже купили зимнюю резину все уже на ней катаются она уже на хрен никому не нужно именно в январе феврале стоит покупать зимнюю резину она будет стоить дешевле всего вот не стоит покупать резину в октябре в ноябре именно тогда у нас вся страна переубывается после первых снегов и стоит она будет охренеть как дорого вот такие вот аспекты ребят вот такое вот видео извините что если затянул его вот постарался осветить как говорится все аспекты на этом все ребят всем пока думаю видео было вам полезным подписывайтесь обязательно наш канал все ребят всем пока и